В эфире новости Карелии. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Команда скульпторов из Петрозаводской Рязани решила сделать пусть и не очевидный, но все-таки символ пандемии. Петрозаводск превращается в гиперборею. Скульпторы-участники фестиваля приступили к работе над снежными и ледовыми фигурами. Комитет выехал, зафиксировал нарушения, связался с управляющей компанией. Как снег на голову, что делать, если осадки выпадают не с неба, а с крыши собственного дома? Организовали этот кружок для вязания, и вот в свободное время мы вяжем всякие детские вещи, какие-нибудь игрушечки. Осужденные женщины Петрозаводской колонии поселения вяжут игрушечных осьминогов для недоношенных детей. После вакцинации спутником ВИК коронавирусом в республике заболело 26 человек, сообщил Минздрав Карелии. Главный врач Первой Петрозаводской поликлиники прокомментировал ситуацию и объяснил, почему от самой прививки заболеть нельзя. От самой прививки, в частности от прививки от коронавируса, заболеть коронавирусом невозможно. Те случаи, которые мы сейчас встречаем, они встречаются после любой вакцинации, после любой прививки. Когда человеку сделали прививку, а через пять дней он заболел. Это связано с тем, что организм не успел выработать еще антител просто. Он не успел, и он встретился с коронавирусом или с другой какой-то инфекцией и заболел. А ковида ни ослабленного, ни мертвого, ни какого-то еще в этой вакцине его просто нет. Там кусочек синтезированного антигена. То есть заболеть ковидом можно, если вы уже пришли зараженным на вакцинацию или подхватили вирус сразу после нее. Врачи рекомендуют в течение 42 дней после прививки максимально избегать вируса. Тогда организм успеет выработать достаточно количество антител и обеспечить вас иммунитетом. Но даже если вы заболели сразу после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме. Всего в республику уже поступило более 16 тысяч доз вакцины. Еще 20 тысяч ожидается к концу февраля. Более 1300 доз отправят в социальные учреждения Карелии. Дома-интернаты для ветеранов сообщили в оперштабе. Кроме того, в республику поступило 600 доз вакцины и пива «Корона». Она разработана Новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ограниченная партия предназначена для иммунизации сотрудников Роспотребнадзора, эпидемиологов и медиков. За минувшие сутки в республике подтвердили три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Выявили ковид еще у 237 человек, выздоровело 287. Уборка снега на улицах Петрозаводска производится круглосуточно. Об этом сообщает администрация Петрозаводского округа. Минувшей ночью подрядчик вывозил снег с улицы Связи и Еремеева, а также с Санежской набережной. Днем снег убрали на площади Ленина, а на Куковке, Ключевой и Птицефабрике подрядчик чистил проезжие части. За качеством и оперативностью мероприятий, сообщает мэрия, следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства. Ежедневно проходят рейды. За последние сутки снегопад усилился, поэтому в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры обратиться можно в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру 051. В зимнее время года опасности могут подстерегать практически на каждом шагу. И даже при выходе из дома, например, жильцы дома номер 52 на улице Пограничная в Петрозаводске столкнулись в прямом смысле с нависшей угрозой. Козырек над подъездом прогнулся под слоем снега, рискуя в любой момент обрушиться. Жители забили тревогу, что делать в такой ситуации, разбирался городской патруль. Сугроб на крыше, последствия снегопада и повод для опасений. Этот пост в одном из сообществ социальной сети ВКонтакте увидела наша команда городского патруля и решила на конкретном примере рассказать о том, что делать, если такую же картину наши зрители наблюдают на выходе из собственного подъезда. За советом мы обратились в комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Комитет выехал, зафиксировал нарушения, связался с управляющей компанией, пригласил управляющую компанию также на осмотр. В ходе осмотра выяснилось, что управляющей компанией уже принимаются меры по исправлению нарушения. Именно так сделали и жильцы дома на улице Пограничной. В первую очередь обратились в управляющую компанию. Собственники данного дома 1 февраля обратились в диспетчерскую службу нашей организации на неисправность козырька. Мы в этот же день выехали, все осмотрели с председателем ТСЖ, так как в данном доме ТСЖ, определили перечень работ, заключили договор с подрядной организацией на выполнение работ. В данном случае угроза новейшего козырька должна быть решена не позднее 10 февраля, а снежный сугроб с его крыши уже убрали. Как показывает практика, чем лучше налажена коммуникация с управляющей компанией, тем быстрее решаются подобные проблемы. Однако ситуации бывают разные, поэтому мы предлагаем действовать по данному алгоритму. Если обращение в управляющую компанию не помогло решить вашу проблему, то необходимо обратиться в Комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. В случае, если и это не помогло, звоните в редакцию нашего телеканала по номеру телефона 56-00 или пишите по адресу городскойпатрульсобакаджимейл.ком. Анна Касьянова, Марат Дожидаев, Сергей Беляев, Служба новостей. В Карелии определили лучшие сельские учреждения культуры. Коливальская и Шуйская детские музыкальные школы, Эссельская сельская библиотека и Центр культуры, спорта и туризма деревянского сельского поселения получат по 100 тысяч рублей. На конкурс национального проекта «Культура» было подано 27 заявок от различных учреждений республики. Жюри обращало внимание на посещаемость и количество проведенных мероприятий. Премии в размере 50 тысяч рублей получат и лучшие работники. Преподаватель Челнинской национальной школы искусств Айна Комендарова, сотрудница Пушкинской библиотеки Елена Колотушкина и художественный руководитель Ильинского культурно-спортивного комплекса Людмила Кириллова. Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, активисты регионального штаба ОНФ передали благотворительному фонду имени Арины Тубис подарки для детей с онкологическими заболеваниями. Жители Петрозаводска поучаствовали в акции «Коробочка добра». Собрали игрушки, фломастеры, краски и альбомы для рисования. Все это благотворительный фонд направил на помощь юным пациентам гематологического отделения Республиканской больницы имени Баранова. Этими игрушками поощряют их за отвагу, за смелость, за то, что они такие сильные, решимые. И дети, когда они идут на болевую процедуру, они уже знают, что по итогу они получат игрушку. И для них это такое определенное вдохновение и мотивация, чтобы побыстрее пройти болевую процедуру и потом получить радость. Акция «Коробочка добра» началась в конце января и продлится весь 2021 год. Поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, может каждый желающий. Точки сбора находятся в магазинах игрушек, адреса которых вы видите на экране. Осужденные женщины колонии-поселения вяжут игрушечных осьминогов для недоношенных детей. В рамках всероссийской акции «28 петель» подарки передадут в перинатальный центр. За процессом наблюдала Александра Степанова. Уже несколько месяцев осужденные колонии-поселения учатся рукоделию. Раньше изделия в кружке по вязанию женщины делали для себя. Теперь решили мастерить маленьких осьминожек для недоношенных детей республики. Такие игрушки, считают врачи, помогают малышам быстрее восстановиться. Как говорят специалисты, младенцы успокаиваются, когда хватают ручками щупальца вязаного осьминога, потому что по форме они напоминают пуповину матери. Искренняя работа, что хочется, потому что ребятки, дети – это святое. Мы любим детей, мы все любим детей. Мы должны им помогать растить, поднимать их на ноги. У меня у самой тоже сыночек есть, я его очень сильно люблю. В свободное время мы вяжем всякие детские вещи, какие-нибудь игрушечки. Потому что у нас у самих дети есть. Помимо игрушек, женщины вяжут крошечные пинетки, рукавички и пледы. Вещи отвечают всем санитарным требованиям, так как их можно стирать и стерилизовать. Специально здесь вот пальчик, вот здесь навязали такую, чтобы они цепляли. Цепляли вот это. Чтобы ручки, у них же для развития моторики, они же ручки развиваются, ну как бы они ручками показывают и вот хватают. Куратор проекта Ирина Селявка несколько лет назад сама стала мамой рожденного раньше срока ребенка. Пройдя этот путь, она прекрасно понимает, что нужно недоношенному малышу для восстановления. Именно поэтому она решила провести такую акцию в учреждении, где работает. Вязанные вещи для деток – это не только тепло, но и своего рода рефлекторный массаж, который ребенку не позволяет глубоко уснуть, тем самым забывая сделать вдох. То есть это жизненно необходимо для маленького недоношенного ребеночка. С другой стороны, это процесс социализации женщин, содержащихся в нашем учреждении. Мы показываем им, что делать добро – это очень просто, особенно когда у тебя есть единомышленники. Женщины будут продолжать сотрудничать с перинатальным центром Карелии. После того, как они отвезут туда вязаные вещи, примутся за шитье комфортеров и коконов для малышей. Идея вязать для детей Петрозаводска не новая. В городе есть клуб волонтеров 28 петель. Его участники тоже изготавливают и передают вязанные вещи и осьминожек нуждающимся. Врачи подтверждают – чудо-игрушки действительно помогают деткам быстрее выздоравливать. Они успокаиваются, у них лучший пульс, лучше артериальное давление. В целом они себя лучше от этого чувствуют. Присоединиться к доброму делу может любой желающий. Вязальщицы из городского клуба 28 петель обучат каждого, даже того, кто никогда не держал в руках спицы или крючок. Александра Степанова, Варвара Ермоленко, Служба новостей. У 26-летнего уроженца Костомукша изъяли почти 700 граммов наркотиков. Его задержали в столице Карелии петрозаводские оперативники. Им стало известно, что подозреваемый раскладывает запрещенный товар по тайникам. За этим занятием его и поймали с поличным. И нашли при нем 160 граммов сильнодействующих веществ. В ходе обыска по месту жительства сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков обнаружили еще более 500 граммов. Подозреваемому инкриминируют порядка 20 эпизодов преступной деятельности. Сейчас в рамках возбужденных уголовных дел проводятся следственные действия. Карельские парламентарии могут потерять неприкосновенность. В Петрозаводске для налоговиков построят семиэтажное здание, а в Лагненпохском районе для туристов установят кемпинговые зоны. Подробности расскажем коротко. Педлозерских школьников Дмитрия Сухнина и Тимофея Кириллова наградили медалями за спасение погибающих на водах и за проявленное мужество. В мае прошлого года они спасли тонущего ветерана. Вандалы повредили памятник воинам Великой Отечественной войны в сквере Ивана Молчанова в Петрозаводске. У находящегося у танка мемориала отломали звезду. В администрации города пообещали до конца недели ее восстановить. Парламентарии Законодательного собрания Карелии могут потерять депутатскую неприкосновенность. Профильная рабочая группа поддержала предложение председателя парламента Елисана Шандаловича исключить соответствующий пункт из карельской конституции. В Петрозаводске построят семиэтажное здание для федеральной налоговой службы со столовой, парковкой и садом. Оно расположится напротив торгового центра Чапаевский. Госэкспертиза уже одобрила проект. В Лахденпохском районе создадут три кемпинговые зоны. Международный проект развития территории вдоль реки Хейтала для местных жителей и туристов будет реализован в ближайшие два года. Скульптор-участники фестиваля Гиперборея приступили к работе над снежными и ледовыми фигурами. Создавать зимний вернисаж на Онежской набережной мастерам предстоит в течение еще двух дней. Наша съемочная группа понаблюдала за работой над скульптурами и пообщалась с авторами. Николай Нефедов расскажет подробнее. Лука Радоевич родом из Сербии, но последние несколько лет живет на две столицы – Белград и Санкт-Петербург. Скульптурой занимается профессионально уже около десяти лет. Лука – частый гость на известных мировых фестивалях снежной скульптуры. В этом году Харбинский фестиваль «Да и снега в Китае» отменили из-за пандемии, и он решил приехать в Петрозаводск. Над своим произведением на Онежской набережной мастер работает в одиночку. Пока скульптуру Луки Радоевича без наглядных пояснений представить достаточно сложно, поэтому мы попросили его показать эскиз. Как рассказывает автор, это такое сочетание реализма и абстракции. Одна половина скульптуры изображает древний Египет, вторая – портрет современного человека. Лука поясняет своим произведением под названием «Время». Хотел бы не только потешить, но и утешить зрителей. Вот эта ситуация, какая сейчас тяжелая, и хочу сказать, что оптимистически вижу все в будущем, что будет все нормально, да. Потому что время проходит так. Пандемия тоже проходит, да. Позитивный настрой Луки разделяют и другие скульпторы. За три дня 30 команд превратят безликие снежные кубы и куски льда в сюжеты из карельских сказок, героев Калевалы и мифических персонажей. Будут, конечно, и рыбаки, и рыбки, и лесные жители. Все эти темы для гипербореи, можно сказать, вечные. А вот непосредственно про пандемию своими скульптурами мастера, кажется, решили лишний раз не напоминать. Нашлась только одна команда, которая все же отдаст дань злободневному. Команда скульпторов из Петрозаводской Рязани решила сделать пусть и не очевидный, но все-таки символ пандемии. Вот пока совсем непонятно, но примерно где-то здесь будет располагаться нос на вытянутой маске средневекового чумного доктора. Фигура лекаря скорее фантастическая. Как говорят авторы, определенного посыла в скульптуре нет. Это просто зрелищный персонаж, который будет взирать на гостей гипербореи с высоты почти трех метров. Решили сделать его таким большим. То есть идей много. У нас, допустим, вот есть фонарь, он должен будет подсвечиваться. То есть будем где-то лед брать. Как справятся авторы с воплощением задуманного, зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 6 февраля. А вот как оценят работы члены жюри, петрозаводчане узнают только в воскресенье утром. Особые таблички с присужденным местом установят рядом со скульптурами. Николай Нефедов, Варвара Ермоленко, Служба новостей. Запуск российского космического летательного аппарата могли увидеть петрозаводчане с Онежской набережной. На это обратил внимание горожан астрономический клуб «Астерион». Ночью со 2 на 3 февраля с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету «Носитель» из семейства «Союз» с военным спутником на борту. В столице Карелии пересекающий небо объект было видно над Онежским озером. Его запечатлела городская камера. Это первый пуск ракеты среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году. Предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, рассказали в Министерстве обороны. Таковы главные новости на сегодня. О них вам рассказали. Данил Чуненов и Служба новостей. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова